Россиянин принял сына за лося и застрелил его. А как это за лося или за лося? Или мне кажется, в данном случае без разницы? Да, без разницы. Я вообще скажу, вал вот таких новостей. Полное ощущение, что эти новости фабрикуют не российские средства массовой информации, а вот Голос Америки или там фейк-ньюс, СНН, как СНН назвал наш большой друг России, Дональд Иванович Трамп. Вот еще новость прекрасная. Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокера. Я считаю, эффективный способ. Надо тоже принести. Молчи, лучше, дура, что ты говоришь? Надо принести и вас воспитывать. Это же записывается, все. Я не ребенок, мне не надо воспитывать, все, сиди. Запикайте ее там слова, что это как здорово. Ура! Российские дети прокатились с горки из заледеневших фекалий. Вы на меня даже плюнули просто. Не надо говорить, что я плюнул. Пьяные школьники в Южной Корее избили российских рабочих. Я почти потерялась. А вот, не за прошлой новостью, а такая смешная была. Школьники объяснили свои действия тем, что россияне, как им показалось, приставали к их подругам. Полицейским удалось установить, что в момент избиения нападавшие были очень сильно пьяны. Слушай, особенно если это вечером было, в Южной Корее бухают по страшной. Вообще, там это модно стало. Сначала в Японии лет 20 назад стало модно. По вечерам японская молодежь ужирается в кал. Что они творят? У них нет каких-то там этих микроорганизмов, которые перерабатывают алкоголик, сносят с первой рюмки. Южная Корея тоже за ними потянулась. Бухают по страшной. Они бухают больше, чем Россия. В целом, наверное, меньше, потому что старики не так этим увлекаются. А стариков очень много. У них продолжительность жизни большая. По идее, законодательница моды, конечно, Россия. Уже нет. Уже Латвия, Эстония, Литва, Украина, Молдавия. То есть мы уже на уровне Германии, Франции. Вот прекрасная тоже новость. В России появился бензин за 300 рублей за литр. Золотой какой бензин. Жителям отдаленной тундровой фактории на Ямале приходится платить сотни рублей за каждый литр бензина. Расчет идет в натуральной форме. 60 килограммов оленьих рогов за 200-литровую бочку топлива. В денежном эквиваленте это около 300 рублей за один литр. Это надо учитывать. У каждой мансийской, ненецкой семьи по несколько тысяч оленей, которые оленеводством занимаются. В общем, ребят, я вам хочу сказать, это полная ерунда. Я вот недавно читал, что кокаин на пути из Колумбии в федеральный округ Колумбия, где с лица США Вашингтон находится, он дорожает в 13 раз, например. А доставка бензина на некоторые американские военные базы в Афганистане, они такие удаленные, приводят к тому, что стоимость бензина доходит до 100 долларов за литр. За литр? Прикинь, сколько этих литров надо завести, чтобы дизельный танк заправить. Представляете, даже ситуация из недалекого будущего. Мужчина приглашает женщину на свидание и такой, смотри, что я тебе принес. И литр бензина такой дает дороже, чем дизельный. Они не вот столько завозят, они цистернами, но они же победили полностью терроризм и талибов в Афганистане. И при этом им приходится вот каждый литр сопровождать танками, танковыми колоннами, боевой авиации. Поэтому так стоит дорого. Поэтому, миленькие мои, 3,5 доллара за литр в чистой тундре, без всяких людей, среди иран, это не так много по сравнению с тем, сколько плавит американец. Конечно, вы-то пешком ходите, вам пофиг, сколько бензин стоит.